Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мне интересно, соскучились ли вы по нашей многострадальной Нирляндии? Надеюсь, что да, потому что вышло супер большое обновление, которое добавило огромное количество различных возможностей. Например, вдохновление. Если использовать на... Чё, подожди, я не успел прочитать. Если использовать на поселение, которое не является столицей, оно отделится и создаст своё королевство. Теперь мы сможем устраивать революции, друзья! В этой игре появилась возможность революции. По-моему, просто великолепно. Так, почему у меня пауза? Я не знаю. Главное сейчас не начать где-нибудь революцию. Это мы будем делать позже. Также мы теперь можем устроить восстание деревьев, друзья. Деревья оживут и нападут на города. Звучит, ну, просто фантастически, не правда ли? И сегодня мы попробуем с вами это дело провернуть. Также можно будет оживить дома, но это, по-моему, слишком жёстко. Пока этим заниматься не будем. Далее. Тут ничего не появилось. Тут у нас появилась какая-то монета бесконечности, что уничтожает 50% существ на всей планете. Я не знаю, зачем это нужно. Ну, видимо, если система будет перегружена, тогда можно использовать. Ну и в этой вкладке появилось 5 новых возможностей. Например, кровавый дождь, который восстанавливает жизни. Прикольно. Благословение. Благословить существ, чтобы сделать их сильнее и быстрее. Если вдруг будет где-то война, и я услышу зов моих подданных, о помощи, я могу их благословить. Это, по-моему, прекрасно. Также есть божественный свет, что удаляет болезни, безумие и инфекции. Прикольно. Есть безумие, обезумившие существа начнут драться друг с другом. И есть чума, начинает эпидемию болезни. В общем, друзья, есть где развернуться, мы всё это с вами потестим. Ну а пока давайте переместимся к эльфам. Да, я думаю, вы не удивлены. Эльфы жили долго и счастливо. Они любили деревья, но эльфы не знали, что деревья не любят эльфов. И деревья восстанут. Блин, все деревья сгорели. Чёрт. Жесть. А тут вообще деревьев нету, эльфы всё срубили. Вы только посмотрите на этих сволочей. Ладно, сейчас мы эту ситуацию поправим. Нам потребуется губка. Где губка? Так, удаляет подгребшие пиксели и руины. Так, сделаем её побольше. И... Чё? А, всё, чё-то подвисло всё. Блин, игра под... Жесть. Ты чего налагать-то начала? Именно когда я использую губку, происходит лаг. Чё-то странно. Может быть, слишком большой размер губки я выбрал. Из-за этого лагает? Блин, серьёзно. У них губки игра лагает. Вы сами это видите. Это очень неприятно. Не знаю, с чем это связано. Но вроде как можно почистить. Да, что-то чистится, что-то нет. Надо быстро её использовать. Тогда... Тогда нормально. Тогда получается. Блин. Данна негадана подбросила мне игра с обновлением новых проблем. Прикольно. Я думал, это полоска хп под зданием, а это просто трава. Такс, хорошо. Тут ещё надо немного почистить. И тут... Может быть, действительно стоит использовать монету, которая уничтожит 50% населения? Потому что, ну, всё слишком сильно. Такс, ну, более-менее мы руины почистили. Почистили сгоревшие деревья. И настало время вырастить там новые. Новые... Новых воинов. О, деревья без проблем сажаются. Посмотрите. С деревьями таких проблем нету. Как бы всё хорошо. Вот деревья, вот они растут. Всё отлично. Где-то растут ягоды, где-то деревья. Ну, в общем и целом, всё довольно-таки круто. Оживать... Оживлять всех деревьев я не буду. Все деревья. Я, пожалуй, ну, где-нибудь маленький участок всё-таки оживлю. У нас появляются энты, как это было во Властелине колец, да? Армия Саурумана занималась строительством своих построек, вырубала леса. И в итоге деревья обозлились. Здесь то же самое. Ну, что ж. Давайте. Чу-чу! Ха-ха! Деревья оживают! Жесть, друзья! Деревья ожили! Это восстание деревьев. Ну, что они будут делать? Они... Даже пшеница восстала. Такс, а деревья будут атаковать кого-нибудь или нет? Или они просто будут дёргаться? Так какой тогда в них смысл, если они не атакуют эльфов? Эй! Зачем нам живые деревья? Я не понимаю! Нет, это очень странно, как минимум. А если попробовать оживить, например, тут немного пшеницы? Ха-ха! Пшеница ожила и начала дёргаться. Я понял, друзья, чего нам не хватает. Деревья нужно сделать безумными. Так, с безумием. Да, деревья обезумели. И начали воевать друг с другом. Ну, а как же эльфы? Почему деревья... Да! Деревья напали на эльфов! Ха-ха! Этого я и добивался. Я не знаю, сколько хп у деревьев. Насколько они сильные и живучие. Но вот оно. Вот оно, вот оно. Смотрите. Ха-ха! Эльфы поплатятся. Если бы ещё деревья друг с другом не воевали, вообще цены им бы им не было. Ну, и, кстати, у них урона не так уж и много. Эльфы стойко переносят это вторжение. И многие деревья они всё же срубили. Я не вижу ни одного погибшего эльфа. Конечно, они получают вроде как урон. И даже неплохо получают этот урон. Но ни один эльф не погиб. Ни один эльф не пострадал. Даже здание ни одного не было разрушено. Давайте переключимся вот на этот режим, чтобы видеть. Тут 335, а здесь у нас... Они здесь даже новое поселение основали. Офигеть, сволочи какие. Да, эльфы собрались кучей и просто уничтожили все деревья. Блин, это не круто. Куст! Куст, отомсти за дерево! Ха-ха! Куст, ты должен убить несколько эльфов. Будь нормальным кустом. Так, хорошо. Первая атака деревьев провалилась, захлебнулась. Но на этом останавливаться, разумеется, я не собираюсь. Один эльф сильно загулял и решил, что все закончено. Да, как бы все хорошо. Надо сделать большой и густой лес, тогда будет смысл. Кусты тоже оживут и пойдут войной на эльфов. Лес супер густым сделать не получается, но зато получается сделать его живым. Так. Когда-нибудь будет восстание домов. Ладно, еще можно представить восстание деревьев, но восстание домов, это действительно будет странно. Так, вроде бы все деревья ожили, да? Ну, по крайней мере, большая часть. Теперь можно заразить их вирусом безумия. Вот так, вот так, хорошо. Вот это отлично, вот это прекрасно. Давай, давай, надо все деревья заразить. Хорошо, деревья начали безумить и нападают уже большим отрядом на поселение эльфов. Эльфы думают, что за хрень вообще происходит? Мы же написали, что мы любим деревья. Давайте, деревья, хотя бы один дом они сломали все-таки. Молодцы мои, храбрые энты, сломали еще один дом. Здесь 145, кстати, посмотрим, сколько будет в итоге. 144. Погибают, погибают эльфы. Но они так быстро размножаются, что это как бы и не чувствуется. 329 эльфов здесь. Ни один эльф пока не погиб. Блин, устроить восстание деревьев оказалось не так просто. Я могу деревья благословить. Чего бы я сразу этого не сделал, я не знаю. Мы, друзья, благословим деревья. Еще можно попробовать сделать войско побольше. Так, сейчас аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Некуда не торопясь. Мы сначала оживим один отряд деревьев, потом вырастим следующий и оживим его. И тогда, по идее, деревьев может быть побольше. Посмотрим, сработает ли это. Просто выкапываясь, дерево, по идее, может освободить место для следующего дерева. А если их еще и благословить, деревья я люблю. Будем их благословлять. Хорошо. Так, я все еще путаюсь, где что находится. Вот. Оживление деревьев. Вроде бы все ожили. Давай, игра без лагов, без проблем. Все нормально, все хорошо. Так, деревья оживают. Ну и попробуем на их место посадить новые саженцы. Да, друзья, это сработало. Можно будет реально создать большую армию деревьев. Офигеть, офигеть, офигеть. Сейчас мы еще и этих поднимем. Так. Давай, 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 давай. Высаживайтесь. Далее. Поднимание. Да, блин, она что тут находится? Че это я? Можно даже сделать, наверное, вот так. Чтоб быстрее процесс шел. Да, посмотрите. Супер большой и ходячий лес. Отлично, но это еще не конец. Еще деревья. Вы, наверное, думаете, Саша, что ты делаешь? Занимаешься опять херней, опять мучаешь эльфов. В это время на других концах планеты, в других уголках нашего мира происходят наверняка какие-то интересные события. А я тут занимаюсь выращиванием энтов. Ну, жесть же. Да, с таким войском эльфам уже придется тяжело. Тяжело придется. С таким войском. Ну что, а теперь-то можно и немножечко безумия добавить во всю эту ситуацию. Чтобы веселее жилось эльфам. А то они вон город за городом возводят. Деревья как бы их убивают, а они занимаются ерундой. Такс, ну и теперь нужно благословить. Благословить. Блин, много деревьев погибло. Благословляем их. Благословили. Теперь божественный свет. Лечим деревья. Ну все, вроде как нормально. Нормально-нормально. Благословили большую часть деревьев. Посмотрим, фух, увенчается ли эта попытка удачей. Победой. Победой деревьев. Я не знаю, сколько времени действует благословение. Но городу Ореофона явно приходится не сладко. Людей, конечно, эльфов деревья не убивают. Но дома пошатали как следует. И здесь неплохо пошатали. Половину города практически разрушили. Даже здесь деревьям весело. Молодцы деревья. Молодцы. Тупо разрушают города. На эльфов внимания они не обращают. Но оно и понятно. Потому что эльфы все равно деревья бьют очень сильно. У деревьев маловато. ХП. Я думаю, что одно дерево равно по силе. И ХП, наверное, одному эльфу. Ну, потому что... Вообще я рассчитывал, что дерево будет с одного удара убивать эльфов. Это было бы действительно круто. Очень эпично. Ну, и так тоже неплохо, блин. Так не видно. Так тоже неплохо. Извиняюсь. И... Ну, да. 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 В общем-то остались только не агрессивные деревья. Они просто гуляют. Они просто ходят. Либо эльфы их как-то приручили. И сделали своими домашними питомцами. Ну, а мы переносимся в другие места. Например, в город Угунсин, в котором живет тысяча человек. И если тут устроить восстание домов, ну, наверное, тоже результат будет так себе. Так, что у нас в Тагинске? Где все люди? Написано 500, но они непонятно где находятся. Здесь войны пока не устраивают люди. Здесь у нас что? Ну, да. Люди-люди эльфы. Смотрите-ка, эльфы живут и... Я думал, остров полностью принадлежит людям. Но нет, эльфы все-таки вытеснили опять людей. Ну, как всегда, я не удивлен. И... Что это за город? Это людской город? Потому что... Что-то я не могу понять, это человек или кто это? Или это Дворов? Ну-ка, непонятно. Так, вдохновление. Не надо делать вдохновление. Да, это людской город. И я что-то не сразу это понял. Ладно, хорошо. Здесь все уничтожено. Хм, кем и когда? Я уже забыл. Блин, столько всего происходит, что я реально какие-то вещи забываю. Здесь, видимо, произошла битва между дворфами и людьми. Я уже кучу сожженных домов, кто-то даже на эльфов напал. Это дворфы, смотрите-ка. А, тут эльфы дети только бегают. Все взрослые эльфы были убиты на войне, остались только дворфы. И они не трогают детишек. Они ломают исключительно дома. Молодцы, молодцы дворфы. Это одобряемые. Могли бы и детей зарезать. Оба-на, тут. Столкновение. Да. Битвы происходят повсюду. И тут, и тут, и тут. Мир погрузился в пучину хаоса. Здесь какие-то битвы происходили. Так, что там? Ну, тут орки классно живут. Здесь тоже неплохо. Что тут? Орков. Я вроде их наштамповал, но все равно у них проблемы. Эльфов никто не трогает. Это проблема для меня. Тут у нас что? Ну, тут. Все спокойно, как бы. Тут, как всегда, на юге все очень-очень спокойно. Не знаю, правда, почему лежит снег. А, это после белых ходоков. Ну, в общем и целом, все хорошо, друзья. Восстание полностью ликвидировано деревьев. И на этом, думаю, можно пока остановиться. Пишите, друзья, что бы вы хотели увидеть в следующем ролике. Какие силы мне использовать, как мне их протестировать. И посмотрим, к чему приведут события нашего мира. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok